Городские власти решили бороться с несанкционированным сбросом ЖБО на законодательном уровне. Владимир Шарыпов выступил с инициативой внести изменения в 11 закон региона. Необходимо, по мнению мэра, вернуть администрации право накладывать штрафы на тех, кто пренебрегает правилами сброса жидких бытовых отходов. Сейчас карать рублем могут два ведомства. При установлении факта слива из санизаторской машины жидких отходов напрямую в канализационную сеть, необходимо фиксировать номера данных автомашин, потому что данные действия образуют состав административного правонарушения за нарушение требований санитарно-минологического благополучия населения. Органом, ответственным за проведение административного расследования и привлечение к ответственности, является Управление Роспотребнадзора по Ивановской области. Гражданами либо организациями сброса осуществляется жидких отходов на рельеф местности. Административная ответственность, административное производство по данным делам ведет Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области. Если уж жители разглядели, что отходы сливают, надо присмотреться куда конкретно, чтобы знать, куда звонить. Штрафы тоже будут разные. От Роспотребнадзора до 500 рублей на физическое лицо, а вот от Департамента посерьезнее – до 250 тысяч на юрлиц. Несанкционированный слив мешает жителям. Запах в основном отталкивает. Портит он и канализационные сети. В водоканале не успевают подсчитывать убытки. Незаконные, скажем так, лица, которые осуществляют эту деятельность, они не выбирают, скажем так, коллектора или еще что-то. Они не знают, какой диаметр проходит. Сбрасывают в любой. Соответственно, здесь происходит засорение. Тем более, что они сбрасывают весьма концентрированные сбросы, которые требуют большого разбавления. А разбавление при их сбросе не осуществляется. Соответственно, происходит загрязнение, засорение, и канализация засоряется. Предприимчивые осенизаторы за слив ЖБО сейчас платят водоканалу. А зачем ехать на станцию и раскошеливаться, если можно слить накопившийся в ближайший люк? Это пока единственная работающая в городе станция по приему жидких бытовых отходов. Сюда приезжают осенизаторские машины, и сток разбавляется мощным потоком воды. По логике вещей, колеса машины тоже нужно омывать, чтобы грязное авто не выезжало на центральные проспекты. Но если так здесь и делают, то вот таким кустарным методом. Жители, если хотят на осенизаторов нажаловаться, должны запомнить номер машины. А еще лучше его сфотографировать и к заявлению прикрепить. Вот только оштрафуют виновного, все равно вряд ли. Система не отлажена, а значит не работает. Закон должен помочь. Проект уже год как передан в профильный департамент правительства и в областную думу. Но пока все буксует. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.